Субтитры предоставил DimaTorzok 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 На нас никто не обращает внимания У нас депутат ни разу здесь не была И ни разу не проверила, как и что Обратились жители и к руководству города О проблеме сообщили на сайте мойвладимир.рф В июне пришел ответ Проблема решена Жители получили и фотографии, где видно Что поле действительно убирали от мусора Однако, по словам граждан, почистили только один участок Недалеко от дороги Вглубь зеленой поляны никто не заходил А найти там можно много всего интересного Сколько окурков Но тут люди никак не могли ходить в поле курить Откуда эти окурки здесь появились? Пожалуйста Полиэтилен, он никогда не сгниет Вот он, будет всю жизнь здесь Теперь это все дело валяться В мэрии заявляют На своем участке, где складировали снег Они уборку мусора провели Все остальное Зона ответственности собственников этой территории Поле, которое находится напротив Нижнего Дуброва 52 Оно достаточно большое И принадлежит двум собственникам Это СПК-вышка И ВЗПО-техника А то, что находится на этой территории И какой мусор находится на ней Уже отвечают собственники этой земли Ну а если собственники земли на контакт с жителями не идут То гражданам необходимо обратиться либо городским экологам Либо в комиссию административно-технического надзора По заявлениям жителей сотрудники этих структур проведут проверку Если мусор обнаружат, вынесут предписание А в конечном итоге могут и оштрафовать владельцев поля За пренебрежительное отношение к природе Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал Сдают ЕГЭ, отдыхают в лагерях и готовятся к новому учебному году Лето для школьников области и их родителей насыщенная пора О том, как проходят итоговые аттестации для выпускников И как организовали досуг детям и подросткам региона А также, что думают областные чиновники по поводу школьной формы Узнала Маргарита Махрова Сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме Из новшеств экзаменационные бланки теперь печатают прямо в школах Которые стали пунктами проведения ЕГЭ У выпускников позади уже 7 экзаменов В том числе 2 обязательных русский язык и математика Результаты первых испытаний станут известны 13 июня Не обошлось без нарушений Удаление есть Удалены 2 человека за использование телефона Бестолковые люди теперь потеряют год И один человек удален за шваргал Это по всей области Это вот из общего числа детей Которые сдавали там их 5,5 тысяч выпускников этого года Никакого такого скандального пока тоже нет Пока тоже нет Конечно, надзорщики все не дремлют Прокомментировала Ольга Беляева и вопрос школьной формы Ее в учебных заведениях вправе выбирать Правда, руководство школ не всегда находит с родителями общий язык Накануне состоялась презентация формы в новой 49-й школе Фасон одежды устроил не всех родителей Никто никого заставлять не должен Это я вам точно говорю Вообще никаких таких ограничителей быть не может Закон говорит только о требованиях Требования есть А дальше под эти требования Повторюсь, класс, параллель, школа Делает так, как им удобно Хочу шью, хочу покупаю О детском отдыхе Первая смена уже открылась в 13 загородных лагерях Всего в регионе их более 20 В целом за лето чиновники планируют организовать труд и отдых Более 100 тысяч детей-подростков Владимирской области Для них открыты оздоровительные, палаточные, профильные лагеря А также более 300 лагерей дневного пребывания при школах Из областного бюджета на отдых детей и подростков Выделили более 440 миллионов рублей Что на 30 миллионов больше, чем в прошлом году Полный перечень оздоровительных лагерей Родители могут посмотреть на сайте Департамента образования Там, кстати, можно оценить и в каких условиях будут отдыхать дети Вот я ничего не выбираю Просто 22-я позиция, например Это Солнечная поляна, Беленковский лагерь Солнечная поляна Что здесь найдет родитель? Во-первых, он увидит, что это лагерь не круглогодичный Значит, там не может быть отопления Здесь написано, что он сезонный Хорошо Дальше он видит, что этот лагерь принимает до 100 человек в смену А еще есть всероссийские детские центры Смена Орленок и Артех А также санаторий Ивановской, Владимирской области и Краснодарского края И они тоже будут доступны нашим детям За лето там отдохнут более 200 ребят Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал В Крыму проходит 12-й международный фестиваль «Великое русское слово» Центральным событием стал Международный ливадийский форум Клинарное заседание 6 июня в день рождения Пушкина Открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко В этом году форум был посвящен теме «Русский мир и мировое гуманитарное пространство» В его работе принял участие председатель областного ЗАГС Собрание Владимир Киселев Подробности далее Главная задача ливадийского форума Сохранение и продвижение русской культуры и русского языка за рубежом Валентина Матвиенко отметила, что для многих стран запрет русского языка Стал чуть ли не главной задачей государственной политики Буквально на днях в Молдавии принято решение Лишить русский язык статуса языка межнационального общения Участники ливадийского форума обратились в ООН с требованием Дать оценку действиям молдавских властей Которые по сути ограничивают права и свободы 30% русскоговорящего населения Ливадийский форум, по мнению спикера Совета Федерации Может стать хорошим механизмом борьбы с такого рода негативными проявлениями Да, в ряде стран идет наступление на русский язык, идет с ним борьба Они видят в русском языке какую-то угрозу для себя И предпринимаются абсолютно незаконные шаги по запрещению русских школ Принимаются даже решения конституционного суда, решающие в Молдавии, скажем, русский язык статуса языка межнационального общения Это в многонациональном государстве, это уже какая-то дикость, это нонсенс Они действуют против интересов граждан своих стран Они закладывают опасные вещи под фундаменты своей государственности И, конечно, мы не будем с этим мириться Конечно, мы будем всех в возможных международных форматах Используя все возможные инструменты международной резолюции Конечно же, бороться с этими явлениями Участники форума ставят своей задачей продвижение гуманитарной миссии по сохранению русской культуры за рубежом Практика направления учителей, преподающих предметы именно на русском, хорошо зарекомендовала себя в Таджикистане От правительства страны поступил дополнительный запрос специалистов Эти наработки можно применить и в других странах Зарубежные гости рассказали о своих проектах по сохранению русского языка Представитель Колумбии говорил об истории музея Толстого, который был создан в 1944 году И все это время существуют на общественные средства Координатор общественных организаций Латвии еще раз поднял тему закрытия русских школ за рубежом Представители Грузии и Иордании выступили за дальнейшее развитие дружеских отношений между странами Есть большие возможности и на региональном уровне Принять участие в решении проблемы сохранения и продвижения русского языка От главы Госсовета Крыма прозвучало предложение создать постоянно действующую дирекцию фестиваля Которое будет между основными событиями находить различные исторические и культурологические поводы Для работы и встреч на крымской земле Особенно это касается привлечения молодежи На форуме, кстати, презентовали один из проектов Артека Послы русского языка В этот раз на форуме присутствовали представители девяти регионов России В будущем, надеются организаторы, их количество будет увеличиваться год от года Сегодня предлагалось очень много путей развития русского языка, развития русской литературы Российской литературы Очень интересное предложение создания всемирного движения русофилов То есть привешенцев русского языка Очень много других очень важных и интересных предложений Мы уверены, что остановить развитие русского языка невозможно Потому что творчество наших великих писателей, поэтов, изобретателей, ученых Творчество нашего русского народа бессмертно Участники обменивались опытом, обсуждали интересные предложения Дискутировали по спорным вопросам Говоря о проблеме русского мира, нужно понимать, что она касается не только жителей России Но и всех русскоговорящих в других странах По мнению участников, чем больше будет носителей русского языка за рубежом Тем больше будет возможностей по развитию нашей культуры Сохранению исторической справедливости и мира на планете Валерия Саенко, Шестой канал Хочет детей спасать себя Сотрудники МЧС отправились в рейд по детским лагерям Для школьников провели массовую эвакуацию Показали, как пользоваться огнетушителем и как спасать утопающих Знают ли подростки, как действовать в экстренных ситуациях В рейд сотрудниками тревожного ведомства отправилась Валерия Саенко Под звук сирены дети покидают лагерь «Лесная сказка» Тревожный сигнал звучит, пока с территории не уйдет последний воспитанник По легенде, пожар произошел прямо в лагере Но эвакуация только начала Детей будут учить, как спасти свою жизнь, если рядом нет взрослых Сначала инструктаж по использованию огнетушителя Такие висят в каждом жилом корпусе оздоровительных лагерей Детям объясняют, переворачивать баллон, как это часто показывают взрослые, не нужно Под давлением из него и так выйдет содержимое А вот если с огнем не справились, то покидать помещение лучше в такой маске Вот девочки, смотрите, для того, чтобы... Поверните, чтобы вещества, как дым, барный газ, когда не впадали через волосы Ей под масочное пространство, не хотим волосы забрать А здесь спасатели показывают, как борются с огнем профессионалы Для этого в оздоровительный лагерь пригнали новую пожарную машину Это используется на пожарах, где горят нефтепродукты Если мы будем производить тушение с водой, мы только будем увеличивать площадь горения Потому что вода разбавляется нефтепродуктами, они увеличиваются И получается, что у нас идет распространение пожара Ну и какое лето без купания? На воде может случиться всякое Вдруг рядом начнет тонуть товарищ Инспекторы по маломерным судам показывают, как правильно бросить спасательный круг Такой опыт тоже может пригодиться Я много чего узнала нового, например, как правильно кидать круг Много информации полезной для себя, как надо правильно выбегать Эвакуироваться, как правильно надо Статистика по пожарам неумолима С начала года в области произошел 581 пожар В огне погибли 40 человек, 6 из них дети Чтобы выжить, ребята, независимо от возраста, должны знать, как действовать Но даже подростки ориентируются в чрезвычайной ситуации не всегда Когда дети приезжают, мы видим, что они к этому не готовы Для них это, ну, как бы сказать, впервые Но когда мы проводим 2-3 эвакуации, и дети уже знают, что при звуке сирены При звуке рынды, при звуке АПС Они знают, значит, что-то у нас случилось И они спокойно выходят за территорию лагеря Дети каждый раз новые, и, как бы, надо есть одно и то же детям не успевает Мы же ведь не просто так проводим каждый раз эвакуацию Мы, бывает, ее переводим из формата в формат То есть, допустим, в один день у нас лесострофяной пожар То есть угроза огня идет из леса Другой у нас другой сценарий По области такие учения проходят еженедельно Вот и получается, что в лагерях дети не только отдыхают, но и продолжают учиться Здесь у них другая школа, школа жизни Никита Каргаев, Валерия Саенко, Артем Горчаков, 6 канал Далее, коротко, еще о некоторых интересных событиях этого дня Похитили, пытали, а потом убили Суд признал двух жителей Камешкова, Радика Хосянова и Антона Царькова, виновными По надуманному предлогу, они похитили некоего Дениса Орлова Отвезли его в лес, оставив голым на морозе Потом привезли в квартиру Хосянова Пытки продолжались две недели От Орлова требовали 100 тысяч рублей И не добившись денег, зарезали в безлюдном месте Убийца Хосянов получил 19 лет колонии строгого режима А его подельник Царьков 13 лет и 8 месяцев Авария на проспекте строителей Киа столкнулся с КамАЗом По сообщению ГИБДД легковушка под управлением 22-летнего парня Врезалась в автомобиль дорожной службы Который двигался в попутном направлении В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте Пользователи соцсетей предполагают, что погибший двигался со значительным превышением скорости И к тому же, по всей вероятности, был под шофе В ГИБДД заявляют, что все обстоятельства аварии будут установлены в результате проверки Директор стройкапитала Станислав Булахов предстал перед судом Подозревает застройщика в несвоевременной выплате заработной платы сотрудникам По версии следствия, работники стройкомпании уже после увольнения Несколько месяцев не могли получить расчет Задолжал Булахов 135 тысяч рублей Но, как утверждают надзорные органы У него была возможность рассчитаться с людьми в полном объеме Дело слушается в мировом суде Но потерпевшие на заседание не явились В связи с этим суд отложили до 14 июня Добавим, Булахов не только директор строительной компании Но и депутат Владимирского горсовета Им что, гулять негде? В сети появилось видео, на котором видно, что четверо владимирских школьников Забрались на крышу пятиэтажки Речь, видимо, идет о доме номер 9 по улице Завадского Кровля у него двускатная А значит, такая прогулка могла закончиться трагедией По закону за несанкционированный выход на крышу Ответственность несет управкомпания или ТСЖ Однако, как пишут пользователи соцсети Школьники попали на нее по пожарной лестнице Также комментаторы предполагают, что подростки там не гуляли, а искали кошку Движение на М7 ограничено Управление дорогой сообщает, что речь идет об участке с 94 по 102 километр В районе Покрова проводятся работы по капитальному ремонту трассы Проезжая часть здесь сужена до двух полос Оставлена по одной в каждом направлении Максимальная скорость движения ограничена до 50 километров в час А в черте города до 40 Ремонт продлится до 14 июня Региональные спасатели информируют о неблагоприятных погодных явлениях До конца суток возможно усиление ветра и даже порывы до 18 метров в секунду В связи с этим повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций Возможно, часть населенных пунктов вновь останется без электричества Также возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев и увеличение количества ДТП На пороге праздника всю страну ждут длинные выходные Во Владимире пройдут масштабные гуляния на разных площадках города Как и где можно будет провести время, мы спросим Ольгу Молеву Начальника городского управления по делам молодежи Сегодня она, гость студии 6-го канала Ольга Александровна, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, где пройдут основные гуляния? Основные гуляния у нас, конечно же, пройдут на нашей любимой соборной площади С 12 часов У нас в 12 часов пройдет торжественное открытие И дальше у нас все жители города споют все вместе гимн нашей страны После этого у нас пройдет городской праздник, который перерос в областной уже, в ритме танца И у нас будет он на протяжении двух часов Приедут 18 команд, это порядка 150 человек Будет очень интересно И дальше после этого у нас пройдет концертная программа Кто приедет к нам на концертную программу? Концертная программа у нас будет состоять из наших любимых артистов города Владимира Все это будет проходить у нас на Соборной площади? На Соборной площади Скажите, какие еще точки и площадки будут задействованы в центре? Может быть, парк Липки? В парке Липки у нас будут организованы мастер-классы Мы придумали открытку с флагом Российской Федерации Дальше в парке Пушкин у нас будет очень много активности, очень много спорта Такие как, допустим, открытые тренировки, зумба-зарядка, кроссфит, шахматы, шашки Мастер-классы по танцам тоже будут у нас проходить Также у нас будет организована зона преддверия чемпионата мира по футболу У нас там будет организована черлидинг и фристайл футбольный Также у нас будет еще зона Это год добровольца, волонтера Будет у нас там четыре точки Это квест юных героев Великой Отечественной войны Акции «Спасибо, донор!» Добровольческая акция «Научим хорошему!» «Бабушка на час» и «Доброштаб» Давайте как-нибудь поподробнее выделите самые интересные Может быть, давайте начнем с самых младших жителей нашего города С детьми куда интересно будет сходить? Что могут детки сделать? Может быть, своими руками попробовать? Да, именно как я сказала уже в парке Липки У нас будет организован мастер-класс Там, в принципе, могут участие принять от маленьких, самых наших любимых жителей до взрослых Также у нас еще будет на зоне за надписью «Я люблю Владимир» Организована эстафета на воздухопорном оборудовании Большие лыжи, гигапамперсы, гигаботы То есть будет очень интересно и весело Понятно Что касается, наоборот, старшего поколения? Старшего поколения у нас будет организован открытый микрофон По чтению стихов Это день русской поэзии Также взрослый вместе со своими детками Может прийти и посмотреть на презентацию наших общеобразовательных учреждений Они расскажут о себе, о том, что где, как и что у них проходит интересного и куда можно записаться А еще у нас будет организован мастер-класс для всех желающих по роликовому катанию То есть все желающие могут прийти, обучиться Прокат оборудования уже открылся у нас в центре города? Да, прокат у нас уже работает Он не работает в ежедневном режиме Под буднем он у нас работает в вечернее время Соответственно, в выходные у нас работает практически целый день Какое оборудование доступно для владимирцев и гостей нашего города? Да, так у нас было как бы всегда и бадминтон, и настольный теннис, и велосипеды, и роликовые коньки Также мы в этом году очень хотим закупить новое оборудование Но пока остаемся немножко в секрете Хорошо Расскажите, пожалуйста, вообще выходные длинные Где-то еще в городе будут проходить какие-то интересные мероприятия? В городе у нас очень будет много концертной программы проходить Как в парках города, как у домов культур Также и в Добром, рядом с кинотеатром Там тоже, насколько я знаю, будет большая программа подготовлена для жителей Да, на протяжении всего дня там будет обширная программа Вы куда планируете пойти? Обязательно на Соборную площадь петь гимн Российской Федерации Спасибо большое Еще раз напомню, что все это пройдет 12 числа Со скольких до скольких? С 12.00 до 4 Спасибо большое И я напомню только, что мы беседовали с Ольгой Молевой Начальником управления по делам молодежи администрации города Владимира И последние выходные дни на этой неделе начинаются с воскресенья Зато в честь государственного праздника Дня России отдыхать будем целых три дня подряд Для владимирцев и гостей города подготовили музыкальные, творческие и спортивные развлечения О самых ярких событиях праздничных выходных расскажем в нашей афише Летние творческие выходные на Пушкинском бульваре продолжаются В субботу вечером с 11 до 18 Там соберутся любители поэзии талантливого русского писателя с трагической судьбой Бориса Рыжего Послушать стихотворения или сами прочитать любимые строки смогут все желающие Посмотреть на яркие работы воспитанников Суздальского центра дополнительного образования Приглашает Дом фольклора, что на Георгиевской 2Б Тема выставки «Животный мир» Владимирской области Талантливые юные художники от 3 до 16 лет изобразили зверей, птиц и даже насекомых нашего региона Есть в экспозиции и работы из бисера, теста, папье-маше, вязаные игрушки, лоскутное панно Посетить выставку можно до 17 июня По традиции, в воскресенье любители танцев соберутся на смотровой площадке улицы Георгиевской В 19.00 всех желающих научат латиноамериканским и современным уличным танцам А с 8 до 10 вечера пройдет зажигательная дискотека Музыкальная экспедиция начинается Традиционный фестиваль классической музыки пройдет во Владимирской области с 11 по 17 июня Откроется он на Студионе Торпедо в понедельник в 19.00 Все желающие смогут послушать произведения знаменитых представителей классической музыки Среди них Чайковский, Римский, Корсаков Исполнят их знаменитые музыканты и солисты России и мира Вместе с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром Любителей велоспорта 12 июня ждет второй этап Кубка области по маутинбайку в одном из парков Гусь-Хрустального На велосипедах участники должны преодолеть дистанцию по пересеченной местности Начало в полдень И с 11 по 19 июня Владимир принимает чемпионат и первенство мира по греко-римской и вольной борьбе Среди глухих и слабослышащих К нам в город приедут 250 сильнейших спортсменов из разных стран мира Соревнования проходят по адресу Мира 36 Г Это все, о чем мы успели сегодня рассказать Прямо сейчас еще немного полезной информации и прогноз погоды Ну а я прощаюсь с вами Приятного вечера и отличных выходных Берегите себя, всего доброго В 33 регионе сегодня вечером прогнозируют пасмурную погоду Пройдет дождь, столбики термометров покажут 10-11 градусов со знаком плюс По сведениям метеорологов завтра в областном центре будет облачно Временами выпадут осадки, температура воздуха 10-13 градусов тепла Ветер западный с порывами до 19 метров в секунду Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 80% Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok